А почему она ушла за год раньше? У нее инфаркт был. Инфаркт? Да. Или инсульты, я в них путаюсь. Ну, понятно, понятно, понятно. Значит, бабушка была тревожная, и после того, после инсульта или инфаркта она стала плохо спать, или до того? Да, до того еще. У нее дежурства были постоянно. Нет, подождите, ну, дежурства. Ну, понятно, на дежурстве, я сам дежурил, когда работал еще в Советском Союзе. Какой сон там? Естественно, там иногда поспишь, а потом ты же напряжение вдруг вызовут. Это не бессонница, это, значит, обусловлено работой, потому что ты дежурный, тебя могут разбудить, тебя могут вызвать, там, больной, и ты сам, понимаешь, и не можешь. Знаете, вот насколько мне бабушка рассказывала всегда, вот, она была настолько активная, прям все успевала. Вот, не знаю, у нее там, ну, два ребенка, она одна в другом городе, учится, подрабатывает, ночами тоже учится, шьет что-то, готовит, и все успевает. Я вот из-за этого еще комплексовала, потому что, ну, я не бабушка, вот, то есть у меня наоборот, вот, ну, депрессия. Вот, так что я понимаю, что у нее, ну, проблемы со сном, и спала она мало всю жизнь. Нет, подождите, так это же ненормально, если человек так много работает, он должен спать, как мертвый, как убитый. Ну, нет, она, это не про нее. Значит, бабушка плохо спала и с молоду, да, ну, скажем так. С хорошего, да, да. Ну, вот, вот вам и тревога, так, и вообще такая какая-то активная, вот, больше вы ничего, что мама еще рассказывала, да, кроме того, что бабушка, она три раза была замужем, да, а почему она разводилась? Непутевые мужья, я не знаю. А почему она выбирала непутевых, она же все-таки женщина с образованием, интеллигентная и так далее, и так далее, почему она выбирала, значит, каких-то непутевых, а? Ну, это я, если честно, не знаю. Не знаете, да, ну, понимаете, вот, значит, неустроенность в личной жизни, бабушка умерла. В самом деле, я бы сказала, что вот первый у нее муж, он абсолютно адекватный был, не знаю, почему они разошлись. Возможно, он военный, какая-то такая история, но я, ну, точно вот не знаю. И у нее только один был неадекватный, это вот мой дедушка, вот. Это мамин отец. Третий отец. Да, да. А в чем, подождите, вот давайте теперь, тогда уже, там с бабушкой, там кое-что бессонница, бабушка сверхактивная, бабушка, естественно, вы понимаете, одно дело, если бабушка была сверхактивная и не обращала внимания на маму, когда она жила одна. Это другое дело, ей надо было воспитать, там, маму или еще дочь, дочку, она должна заработать, это одно дело. Другое дело, когда есть муж и когда бабушка просто активная и не обращает внимания на дочку, потому что она предпочитает работать. Вот какая ситуация? Был же все-таки, дед же был? Ну, да, с мамой. Вот он ее, ну, ей занимался, и его семья, как бы, его, ну, мама, как бы, и отец. То есть... Может, еврейская семья? Подождите, стоп, 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 у кого евреи? Что, еврей был дед, да? Боксер? Дед боксер еврей? Да. У него папа, мама были евреи? Да, да, они вот маму баловали. Они маму баловали? Да, да. Нет, подождите, я говорю, и прадед, и прабабушка были евреи, оба, да? Да. Или кто-то один. А папа, папа, что же, папа, а почему папа не эмигрировал никуда? Я не знаю, я вообще не общалась с ним, он в другом городе жил. Я его видела один раз, когда мы в гости приезжали. Ну, хорошо, да, видите, и что, вас не интересовал папа? Вы же, он же за вами... А, это маму. Да, 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 это мамин папа. Это мамин папа. Скажите, ладно, хорошо. Значит, его судьба, вот вы говорите, один был непутевый, это вот дед ваш. Вот, дед, вот его будем дедом называть. В чем его непутевость? Ну, раздолбай, ну, наверное. Что такое раздолбай? Ну, любил придумать что-то, врал. Значит, он был фантастом, это называется псевдолог. Псевдолог. Выграл при этом. Ну, то есть, когда он уже в возрасте, поменял свою фамилию, чтобы не иметь никакого родства с родственниками, ну, там, с родителями, непонятно почему. То есть, он делал какие-то странные вещи непонятные. Ну, какие, например? Ну, вот, поменял фамилию и имя, и дату рождения. Ну, там, вообще все поменял, короче. А как это можно и дату рождения поменять? Ну, значит, не менял дату рождения. Я не знаю. Ну, понятно, бабке это взятку заплатил и все. Понятно. А в каком возрасте он это предпринял? Да уже во взрослом, лет 40-50. А с какой целью? Что бабушка говорит? Ну, хотел отказаться от родства со своей семьей. Объясните, почему? Почему? Они что, были репрессированы? Понимаете? Я не знаю. Ему просто в голову сбрело, насколько я поняла, что это за человек такой. Что у него бред был, что ли? Почему это, значит... Всякое может быть. У меня мама, мама тоже странные вещи делает. Ну, то есть, делала там. Ну, что, например, мама? Ну, купить вещи какие-то ненужные, там, не знаю, миллион кредитов у нее непонятно откуда. Она любит приврать, ну, приукрасить что-то. Нет, то, что мама больная, так это сто процентов. Значит, она, как вы думаете, вот мама получила эти гены от бабушки или все-таки от деда вашего? От деда? От деда. Ну, конечно, он же и выпивал, то есть, зависимость как минимум... Он же еще и выпивал. Так я же вам говорю, да. Евреи выпивал, это редкость. Я в своей жизни встречал одного еврея, который выпивал. Хорош мужик, даже назову его фамилию, потому что, наверное, он уже умер. Портянский, в Запорожье это было. Великолепный, зубной врач, среднее образование. Ну, это был алкоголик, понимаете, но это добрейший души человек был. Контактный, и тогда, помню, сложности, это советское время, он, значит, и масло, масло, пожалуй, у него все знакомые были. Вот это меня удивляло. Это называется, значит, идища тринка, то есть, пьяница, еврейский пьяница, это очень редко. Значит, папа еврей и выпивал еще, да. А как он выпивал? Контактный был. Он запойно выпивал или регулярно? Этого я не знаю. Понимаете, что такое запойно? Вот, может, там... Я просто, я про него мало что знаю вообще. Я знаю, что он выпивал. Вот это плохо, вот это плохо, что вы мало знаете, понимаете? Вот. Он меня особо не интересовался. Ну, хорошо, умер в каком возрасте? Я не знаю. Я с ним вообще не общалась, прям вообще. Опять. А мама что говорит? Я не помню. Не, подождите, мы опять путаем. Это же мы говорим, мы говорим о деде еще все. Все еще о деде. Да, да, да. А при чем здесь мама? Да, да. Но мама тоже, мама не знает его, что ли? Мама не знает, чем кончил? Ну, я не помню. Вот там человек-то заболел, может быть, рак, не рак, не знаю. Молодым в каком возрасте? Ну, в относительно молодой, наверное. Ну, лет 50, 60, 70, не помню. Скажите, он что, жил один? Ну, да, он от всех отказался, там, что-то такое было. Нет, подождите, он после развода с бабушкой уже больше не женился. Нет, ну, была какая-то женщина. Ну, хорошо, была какая-то женщина, потом отказался от родственников. А вот бабушку, дедушку, вы, то есть, прабабушку и прадедушку, вы хоть знаете о них что-либо? Вообще ничего не знаю. Знаю, что только вот, ну, еврейская семья, как бы, и баловали мою маму, забаловали ее так, чтобы вот она выросла, ну, безответственной. Подождите, забаловали, это ее бабушка и дедушка, да? Да, 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 пацаны. Они ее баловали. Мабу, значит, так, скажем так, мама, бабушка ваша, мама ее не баловала, ходила, работала, зато маму баловали уже дедушка и бабушка со стороны, значит, отца, да? Ну, да. Ну, хорошо, ладно, это баловали. Вот, меня, конечно, не это нравится. Кстати, а мама ничего не говорила про вот этих еврейских дедушку и бабушку? Там они здоровые были, душевные? Мы вообще особо не разговаривали. Мне кажется, я, ну, не знаю. Ну, хорошо, это плохо, что мало знаете, иначе дед был странный. Никто ей рассказать не мог. У меня просто мама такая, что если я буду ее спрашивать, она не понимает, о чем речь, то есть, ну, она мне ничего толкового не скажет. Она что, дефективная, что ли? Да нет, она, как это сказать-то, она думать не любит. Ну, так это и есть дефект думать, а может быть, не может думать, а не не любит. Ну, она не хочет, она не хочет думать, ну, там, признаваться в каких-то проблемах, может быть, и так далее, то есть, соответственно, каких-то проблем... Мы о маме поговорим, давайте все, значит, так, бабушка, понятно, плохо спала, бабушка имела троих мужей, ну, вот, все это понятно, вот, но бабушка в интеллектуальном плане была нормальная, умерла, умерла, значит, от старости, следила, значит, это тетя и так далее, значит, бессонница была и была такая беспокойная. Ну, не знаю, болезнь она беспокойная или нормальная. Почему? Потому что и вы, естественно, если нормальная бабушка видит, что внучка, в общем-то, страдает, она может беспокоиться, и она видит и понимает, что и мама, в общем-то, тоже не конфета, понимаете, вот, и тоже проблемы имеются и страдает. Так, это что касается вас? Со стороны дедов, говорите, странный, странный. Ну, да, да, чудаковая, ну, он, типа, душа компании, все равно вот такой вот. Душа компании, да, а потом отказался от фамилии, да, от семьи отказался. Да, от нас, да, да, да. Что было у него в голове, непонятно. Да, 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 но этого никто не знает, и я не знаю, но, в общем, странность. Хорошо, скажите, и, чтобы уже с дедом покончить, бабушка не говорила, почему она разошлась с дедом? С маминым, ну, вот, из-за того, что, ну, вот, врал, пил. Врал, пил, ну, да, 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 хорошо. Ну, в общем, там, конечно, что-то, это дед. Скорее всего, конечно, носитель гена дед. Значит, больше общих детей у бабушки не было, вот, от этого дела. Так, теперь давайте к маме перейдем, кроме того, что я уже знаю. Вот, маме там за 50 лет. Как вы думаете, ну, вот, охарактеризуйте маму? Ну, она экстравертная, легкая для других людей, вот, ну, как бы веселая, общительная. Но на деле инфантильная, не признающаяся себе в своих проблемах и не желающая на них смотреть, как-то их решать. Бегущая от проблемы, перекладывающая ответственность на, ну, всех окружающих. Ну, на кого мама может перекинуть? У нас всю жизнь тянула бабушка. Бабушка, да. То есть бабушка абсолютно все, ну, покупала мне. У мамы непонятно, абсолютно непонятно, откуда у нее кредитов куча было. То есть и бабушка гасила эти кредиты, появлялись новые. На что она тратила, непонятно, потому что ничего не приобреталось абсолютно. И еды иногда не было. Ну, то есть... Ну, понятно, бабушка, мама брала кредиты и спускала их. Скажите, а дед тоже брал кредиты? Ну, скорее всего. Скорее всего, да. Хорошо, хорошо. Скажите, у мамы всегда такое какое-то приподнятое настроение или нет? Ну, вообще, да, в основном, да. Ладно. Хорошо. Не богато, но хорошо. Скажите, а мама, в общем-то, с вашей точки зрения, мама лечится или нет? Ну, в душевном плане. Да, алкоголем лечилась всегда. То есть мама еще и злопотребляла алкоголем, да? Да. Мама что, алкоголичка или нет? Ну, она работает нормально, как бы по ней не скажешь. Она иногда попьет, потом не пьет. Ой, подождите, у нее запойное пьянство. Ну, можно сказать, но оно обычно из-за проблем из-за каких-то. То есть она начинает пить, если проблемы, да? Ну, думаю, да. А если потом все, как бы, значит, налаживается, она прекращает пить, да? Ну, да. Но нет, даже можно сказать то, что и без проблем она пьет, наверное. Просто она сейчас не со мной живет. Ну, когда она дома жила, мне казалось, что она только когда какие-то, ну, вот, проблемы. То есть я помню ее самый страшный, ну, запой, когда она рассталась с девушкой и вернулась домой. Это проблема, это проблема. Девушка бросила ее, да? Вот поэтому... Девушка бросила ее. Да, она вернулась домой, начала вот активно, ну, выпивать. Но она и до этого пила. И то есть поэтому мне кажется, что это из-за проблемы было. На самом деле я не знаю. Сейчас у нас девушка живет, она иногда пьет, иногда не пьет. А девушка ее пьет всегда. Да, да, подождите, девушка. Что значит девушка? Это что, молоденькая девушка? Это дама, а не девушка. Ну, дама, дама. Ну, девушка. Женщина, я не знаю, как это сказать. Ну, женщина, девушка, партнер, а то девушка. Так очень странно звучит. Вот вы девушка, вот вы девушка, а если ей 50 лет или 40, какая же она девушка? Ну, да, да. Это уже дама. Понятно, ладно. То есть... Жить звучит еще страннее. Да, нет. А почему там страннее? Все, это у вас страннее. Это уже не странно. Это нормально. Это, конечно, с моей точки зрения, это, я не хочу назвать слово патология, но это ненормально, понимаете? Это отклонение. Но оно, видите, оно признано. Это все, понимаете, политизировано, считай. Раньше это была психопатия, заболевание, надо было лечить. А теперь это норма, это вариант нормы и так. Но это, конечно, не норма, понимаете? Это не норма. Но это уже не проблема. Все. Так, ладно. Значит, теперь давайте вот что. С мамой, с мамой. Кстати, мама никогда не впадала в депрессию или еще вот что-то? Да, бывало. По причине или без причины? Я вот не знаю, но насколько она мне говорит, что у нее тоже там в подростковом возрасте проблемы были какие-то, ну там депрессия, депрессия, потом оно само у нее прошло. Вот. Ну и так в течение моей жизни, не знаю. Мне это всегда казалось, что у нее все хорошо. Вот. Ну то есть. Но на самом деле я не знаю. Потом я просто подумала, что может быть она, у нее там послеродовая депрессия была, и она затянулась. Стоп, 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 стоп. Мама рожала только вас или у вас есть еще? Я одна. Вы одна. Так вот после рода вами у мамы была депрессия? Мне так кажется. Нет, нет, вам так кажется. Значит, вам так кажется? Она лечилась или что? Она пала в этот вот ступор? Перекладывала ответственность. Не понял. Перекладывала ответственность. Она так, она всю жизнь перекладывает ответственность. Да, да. Нет, ну это не депрессия. Понимаете, давайте так, если не определяете, почему, потому что вы меня путаете. Значит, депрессия это одно дело. Ну, для меня ясно, по крайней мере, на сейчас, что со стороны деда, вот, и мамы, вот, оно приблизительно вот там, вот там коренится, коренится причина. Вот там, если и есть ген, потому что, конечно, вот эта смена фамилии, смена имени, смена года рождения, понимаете, это вообще необъяснимо, какая причина. Значит, прекратил общаться с родителями и так далее. Кстати, а когда бабушка с дедом разошлись, вот эти еврейские бабушка и дедушка уже прекратили общаться с мамой? Да, вроде бы, да. Прекратили, да? Да, но они по городу переехали потом. Ну, хорошо. Не понял, куда переехали? В другой город? Ну, бабушка с мамой и с тетей. Ну, бабушка переехала обратно. Подождите, а это какая бабушка? О какой бабушке сейчас говорим? Ну, о матери моей мамы. А, матери. А я сейчас говорю о вашей бабушке, то есть о маминой, о вашей прадедушке и прабабушке по еврейской линии. Ну, я поняла. Вот когда мама, когда ваша бабушка разошлась с вашим, скажем так, вот этим дедом, вот, вот те ваши прабабушка и прадедушка по деду, они прекратили общаться с мамой или они же ее баловали, вы говорите? Ну, я думаю, прекратили, потому что бабушка переехала в другой город. Хорошо, следующий вопрос. Скажите, давайте перейдем о папе, или вы о папе вообще ничего не знаете? Ну, я знаю что-то. Ну, что, расскажите, что вы знаете? Ну, я знаю, что он стеснительный. Не понял. Ну, я знаю, что он стеснительный, замкнутый, вот, очень интровертирован. Сейчас он ушел в отшельники, вот, не общается с людьми. В отшельники? Да, купил себе собак, катается где-то там. На собаках катается? Нет, с собаками. Катается? Как катается? Ну, путешествует, скажем так. Ну, что, странный, да? Ну, в отшельники ушел. Ну, это, конечно, странно, это шизоид. В отшельники уходят шизоиды, если не больше сказать. А сколько лет ему? Ну, 50-60. 50-60. Ну, еще одна. А работал или нет? Работал. Ну, хорошо, он на пенсии, или вот, значит, он, значит, ушел в отшельники, он продолжает работать или уже и не работает? Я вот этого не знаю. Но он работал. Кем? Кем работал? Ну, в 90-е... Ну, в 90-е давно было. Ну, да, потом он туристические лагеря вел, детские. Был директором этого лагеря, да? Не директором, а как бы воспитателем, да. А, воспитателем. Ну, хорошо, больше не женился? Не знаю. Да. Ну, мне кажется, нет. Ну, раз он отправился в отшельничество. Подождите. А что значит в отшельничество? Что, в монастырь ушел, или как? Нет. Уехал от людей путешествовать один, с собаками. Ну, подождите, как это... Это же надо деньги иметь, путешествовать с собаками. Ну, пенсия у него, может быть, я не говорю. Ну, это пенсия. Что, он миллионер, у него такая пенсия, что он еще с собаками будет путешествовать? Ну, не знаю. Это вот то, что мне известно, как бы. Ну, хорошо. Но это мама. А что, это мама говорит вам, или кто? Ну, да. Ой, как все туго, понимаете. Это же просто вы ничего не знаете или мало знаете. Это же ваш отец. А у вас было желание с ним встретиться? Да, у меня было. Ну, и как? Ну, потому что мама всегда говорила, что я на него похожа. О, мама. А мама, можно верить маминой оценке? Нет. Но я верила, потому что мне и правда казалось, я в детстве была на него больше похожа. Подождите. Меня интересует не внешность. Меня интересует... Да, 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 да. Вот она именно про характер говорила. Так а что вас роднее? Ну, вот это спокойствие, скромность, задумчивость. Ну, как бы. Мама говорила, что я умная вот в него. Ну, такие вот вещи. Вот это вот... Ну, она эту замкнутость мою воспринимала за качество характера. Вот. Ну, понятно. Это и есть характер. Скажите, а от мамы вы ничего не взяли? Я, когда вырастать начала, поняла, насколько много мне от нее досталось. Вот давайте...